Итак, сейчас у меня на столе три устройства, это Macbook, Windows ноутбук и Android смартфон. Как же я могу управлять всеми тремя одновременно? Смотрим, Macbook, Windows ноутбук и Android смартфон. Сегодня мышки вроде как уже не моди, если вы, конечно же, не геймер и не подыскиваете себе идеальную модель для нагибания нубов. Но, вот эта штука, которая называется Logitech M720 Triathlon, точно заслуживает вашего внимания. Лично мне эту мышку подарил мой близкий друг Женя. Женя, если ты это смотришь, тебе огромный привет. Когда у меня появился Macbook Pro. До этого у меня был, да в принципе сейчас есть, вот этот старичок Acer, и с ним я пользовался только проводными мышками. И в чем была идея? Модный, компактный, портативный Macbook, твоя мышка должна быть соответствующая. Такая же модная, портативная, но в то же время технологическая. Однако, с Mac я ее не использую, потому что тачпэд на Macbook оказался, ну, тупо удобнее. А вот на ПК, с Windows на работе, она меня выручает как никто и работает просто божественно. Но давайте обо всем по порядку. Как вы поняли, M720 Triathlon выпускает компания Logitech. Пожалуй, самая известная компания в отрасли компьютерных мышей и клавиатур. Кратко по спецификациям. DPI мыши, или, проще говоря, чувствительность, составляет 1000 точек на дюйм. Радиус действия Bluetooth равняется 10 квадратным метрам. И живет мышка от батареи 24 месяца. Батарея нужна типа АА. Что касается подключения к компьютеру, то, естественно, можно подключиться прямо через Bluetooth, если он у вас есть на компьютере. А если его нет, то в комплекте идет вот такой вот адаптер USB Type-A. И исходя из названия самой мышки, M720 Triathlon, можно подключаться сразу к трем устройствам одновременно, переключаясь от одного устройства к другому через специальную кнопку. Два устройства через Bluetooth и одно через адаптер. Но не обязательно переключаться только через кнопку. Эту магическую функцию я покажу далее по ролику. Всего у мыши есть 8 кнопок. Одну мы уже обсудили, которая отвечает за переключение между устройствами. Есть еще одна кнопка, она тоже отвечает за переключение, но только колесико. Можно выбрать режим сверхбыстрой прокрутки, а можно помедленнее и пошумнее. Лично я переключаю их в зависимости от ситуации. Осталось 5 кнопок. Две сбоку слева, одна большая кнопка под большой палец, которая в свою очередь отвечает еще за 5 функций, а также есть еще 3 кнопки в районе колесика. Две по бокам и одна посередине. И все эти кнопки можно настраивать как вам удобно. Для этого у Logitech есть специальная программа, которая называется Logitech Options. Есть версия как под Windows, так и под macOS. В этом приложении вы можете просто без всякого программирования назначить практически любую команду в зависимости от ваших потребностей. Список команд вы можете увидеть на экране. Также можно поставить сочетание клавиш. Я, например, использую вот такие вот функции. В районе колесика у меня стоит 3 сочетания клавиш. Это Ctrl Z, то есть назад. Ctrl A, это выбрать все. И Ctrl D, через эту комбинацию я вызываю приложение для пуфера обмена. По бокам я настроил все достаточно просто. Одна кнопка отвечает за функцию копировать, а другая за вставить. И та самая кнопка, которая располагается в районе большого пальца, как я уже сказал, она несет себе сразу 5 функций. Во-первых, вы можете просто нажать на нее, и она выполнит какую-то из команд. У меня это сочетание Ctrl X или вырезать. Но также можно еще и зажать эту клавишу и провести в одну из четырех сторон. Вверх, вниз, влево или вправо. И тогда выполняются еще какие-то действия. У меня это переключение между запущенными программами, сворачивание активного окна, а также уменьшение звука или его повышение. Также в этой программе можно включить опцию гладкого скролла. Но мне она не очень понравилась, она как будто, знаете, не слушается тебя. Это сложно передать. Лично мне такой набор команд, который я описал ранее, очень сильно помогает на работе, особенно если вы работаете с большим количеством текстов и документами. Я к клавиатуре прикасаюсь только ради того, чтобы написать текст. Все остальные команды, копировать, ставить, вырезать, переключить окна, либо повысить, либо выключить звук, я делаю все на мышке. Особенно, мне кажется, это актуально для Windows-юзеров, где основные команды происходят через CTRL. Это CTRL-C, CTRL-V, CTRL-A и так далее. Лично у меня болит мизинец, когда делаешь их на клавиатуре. На macOS все то же самое выполняется через Command, а он расположен в районе большого пальца, что намного удобнее. Поэтому эта мышка у меня хранится не дома, где я работаю за macOS на Mac, а на работе, где у меня Windows, ПК, и вот как раз таки эта мышка просто спасательный круг для меня. Поэтому я не мучаюсь и не ломаю себе руку через выполнение команд. Копировать, ставить, выбрать все назад и так далее. Я это все делаю через мышку. Достаточно привыкнуть, и все, ты это делаешь просто на автомате. А привыкание составляет где-то, ну, один, максимум, два дня, и ты просто понимаешь, что это тупо намного удобнее, нежели чем делать это через клавиатуру. Единственный минус этой мыши, это ее чувствительность к поверхностям. Без коврика работать не очень удобно. Частенько из-за мелких неровностей с тела происходят глюки, когда ты ведешь мышку. А она из-за этого тормозит на полсекунды. Поэтому, если вы собираетесь ее купить, то рекомендую использовать ее только с ковриком. Ну и, конечно же, как я уже говорил вначале, эту мышку можно использовать между тремя компьютерами, но при этом не переключаясь между вот этой вот клавишей, а использовать их все как одно единое пространство. Для этого нужно установить дополнительную утилиту, которая называется Flow. Естественно, что установить ее нужно на всех устройствах. Самый прикол этой утилиты в том, что можно перемещаться даже с macOS на Windows и обратно, или просто с Windows на Windows. А прикол в том, что здесь работает еще и единый буфер обмена. Скопировали текст на одном компьютере, вставили на другом, а также можно еще перекидывать картинки и небольшие файлы. Не нужно заходить в Telegram, пересылать туда текст или файл, заходить в Telegram с другого компа и копировать текст и скачивать файл. Нет, вы просто переносите их, как будто бы между двумя мониторами одного компьютера. На момент записи этого видео Logitech M720 Retlon на Яндекс.Маркете средняя цена составляет около 3800 рублей. Естественно, что ссылку на Яндекс.Маркете я оставлю в описании. Там вы сможете найти интернет-магазины с лучшими ценами на эту замечательную мышь и ее старших собратьев покруче, если функциональности вам показалось маловато. Напишите в комментариях, как вам эта мышка? Я уже сказал, для меня это просто находки на работе, она меня нереально выручает, у меня не болит из-за этого мизинец, мне не нужно нажимать на вот эти сочетания клавиш дурацкие на Windows, из-за которых после мака, ну реально мизинец начинает болеть, за что компании Logitech огромнейшее спасибо. А также большое спасибо всем тем, кто досмотрел это видео до конца, увидимся в следующих видео, всем удачи, всем пока.